Иже керувим 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 Нового дня один из монахов обходит монастырь с доской и билом. Своеобразным стуком созывает он братью на общую молитву под своды Спаса Преображенского храма. Полуношница продолжает большой служебный круг, который, перетекая во времени, переходит в утреннюю молитву, а затем в литургию. После утренней молитвы братья расходятся на послушание, которое продолжается с 9 до 12-30 дня и разделяется на три службы – экономскую, келларскую и агрономскую. Экономская служба объединяет себе все, что касается ремесел – столярный, слесарный, гончарный и прочие цеха – все это и есть экономская служба. Келларская служба занимается всем, что связано с питанием. Агрономская уже по своему названию намекает на сад и огород, овощи и фрукты. С благословения Игумена Панкратия исполним и мы свое послушание, заглянув на монастырский двор. Здесь расположены хозяйственные постройки, в которых и послушествуют монахи. В столярном цехе производится ремонт старых и изготовление новых изделий из дерева – оконных и дверных рам, кресел, табуретов, предметов церковной утвари. На наших глазах жестянщики изготовили водосточные трубы, а реставраторы продемонстрировали нам двухсотлетнее изделие, в которое они вдохнули новую жизнь. Иеродиакон отец Герасим, бывший выпускник Мухинского училища, поразил нас неожиданным талантом кузнеца. Толстый металлический пруд в его руках превратился в податливый гибкий прутик. А вот монаху Власию, похоже, все равно с каким материалом иметь дело. Камень, железо, дерево в его золотых руках приобретают законченную и осмысленную форму. Трудами отца Власия в монастыре из скромной камнерезни вырос настоящий маленький завод по обработке камней. Сегодня здесь изготавливают каменные плиты для облицовки зданий, мраморные стеллы для памятников кладбищенского мемориала. В планах отца Власия устройство карусельного и полировочного цехов. Вот уже третий год успешно работает в монастыре гончарная мастерская. Ее продукцию хорошо знает не только на острове, но и на материке, куда она отправляется в виде сувениров в чемоданах паломников и туристов. Логотип В.М. Валаамский монастырь присутствует на всех изделиях мастерской, продолжая тем самым традицию монастырского клейма. Традиционные подсвечники с изображением Сергия и Германа Валаамских. Посуда для трапезной, разнообразные сосуды. Один такой сосуд брат Виктор вылепил прямо у нас на глазах. Профессиональный керамист, закончивший Абрамцевское художественное училище, якут по национальности, москвич по месту жительства, брат Виктор пытается разработать на Валааме свой собственный неповторимый стиль, который диктует ему местная пористая глина и многовековая монастырская традиция. Натуральное хозяйство монастыря многопланово и разнообразно. Есть даже собственная ферма. Каждая из 12 коров приносит до 48 литров молока, что позволяет видеть на монастырском столе и свежее масло, и сметану, и сыр, и бифидок. А натуральное цельное молоко в прозрачных графинах постоянно радует глаз отвыкшего от сельской идиллии горожанина. Есть свое маленькое хозяйство и в отдаленных скитах, где незазорно выращивать морковь, капусту, картофель. Ну а если уж в сети попадется такой красавец-судак, то и тут монахи не оплошают, угостят братьев и паломников, чем Бог послал. Братская монастырская трапеза начинается и кончается молитвой, да и во время трапезы братья внимают чтению жития. Обед продолжается с 13 до 13.30, затем полчаса свободного времени и вновь послушание до 17 часов. В своем историческом величии Валаам необъятен, несть числа его насельникам, творившим духовный подвиг из века в век. Самые достойные из них прославлены святою церковью и составляют собор Валаамских святых. Под спудом раки Спаса Преображенского собора покоятся нетленные мощи преподобных основателей монастыря Сергия и Германа. В 1163 году, опасаясь вторжения шведов, братья перенесла мощи в Новгород, откуда они были возвращены на Валаам в 1180-м. Чудотворец Авраамий Ростовский, X век. Святитель Иоанн Новгородский и Корнилий Палеостровский, XII век. Арсений Каневский, XIV век. Александр Свирский, XV век. Ефросин Синеозерский, XVI век. Герман Аляскинский, XVIII век. Игнатий Кавказский и Черноморский, преподобный Лев Оптинский, XIX век. Преподобный Арефа Верхотурский, XX век. Вот те могучие ветви духовного древа, которое возросло на Валааме и составило его гордую пышную крону. День празднования памяти собора Валаамских святых приходится на 7 августа, второй день престольного праздника обители Преображения Господней. Со временем собор святых будет пополнен подвижниками благочестия по мере предоставления материалов для их канонизации. Верится, что красоту Валаама сотворила сама любовь, а Бог и есть любовь. Из 660 островов Ладожского озера Валаам, простертый на 8 километров в длину и 6 в ширину, пожалуй, самый живописный. На озерной глади площадью в 17 890 квадратных километров он сияет драгоценным изумрудом. Самое большое озеро Европы простирается на 209 километров с юга на север и 130 с запада на восток. Северная часть озера глубоководна, наибольшая глубина 230 метров, на юге гораздо мельче, до 27 метров. В Ладогу впадает около 70 рек, а вытекает только одна нева. Период водообмена Ладоги 11 лет. Это белая полоска у самого берега, словно очерченная по линейке и есть уровень прошлогодней воды. Валаам окружен драгоценным ожерельем мелких островов, многие из которых и в настоящее время необитаемы. Жизнь теплится на тех из них, которые некогда были скитами. В период своего расцвета при Игумене-Дамаскине в монастыре проживало до полутора тысяч монахов. 14 скитов, расположенных на Валааме и на соседних мелких островах, крепили монастырское братство. Сегодня только четыре скита остались действующими. Остальные же, говоря церковным языком, лежат в мерзости запустения, как вот этот, Каневский скит, от которого остались только водосточные трубы, да заброшенное игуменское озеро с высохшим деревом, безжизненным и мертвым, как символ нашего греха. Именно здесь, на берегу озера, стояла некогда деревянная келья, в которой семь лет с 1827 года подвязался будущий Игумен-Дамаскин. Смоленскому скиту повезло немногим больше. Таким он выглядит на старых фотографиях, а таким в реальной жизни. В маленькой часовне, возведенной совсем недавно монастырской братьей, хранится мироточивая икона Смоленской Божьей Матери. О духовных подвигах братья, утраченных ныне скитов, осталась память разве что в богословских книгах, да в литературных произведениях Шмелева и Зайцева. Возобновленный в 1989 году монастырь из года в год становится богаче и краше. Действующие скиты радуют сердце, спасают душу каждого православного. Войдем в ближайший из них, Никольский, куда, как и во все скиты, можно попасть только по благословению Игумена Панкратия. Ранее Никольский скит выполнял функции таможенного поста, а его монахи-насельники роль таможенников. Расположенный на входе в Валаамскую гавань, Никольский скит стоял на страже нравственности и духовного здоровья островитян. Богомерзкие табак и спиртные напитки при их обнаружении выбрасывали и выливали в озеро. Духовная жизнь скита сосредоточена в светлом и праздничном Никольском храме. Шатровая церковь с момента своего основания в 1853 году сохранила свой иконостас и настенные фрески, сегодня слегка реставрированные и принадлежащие кисти прекрасного мастера, монаха Алипия. Алипий закончил Академию художеств и воспитал на Валааме целую школу своих последователей. Его кисти принадлежит светлый образ Пресвятой Богородицы, известной в православной церкви под именем Местная Валаамская. Одной из главных святынь Никольского храма является икона святителя Николая XVI века с мощами. Службы во храме проходят по четвергам в течение всего лета. В зимний период летний неотапливаемый храм закрывают и все службы ведут в скромной домовой церкви Иоанна Дамаскина, расположенной в братском корпусе. До недавнего времени церковь была обычной квартирой, жильцы которой записывали древние фрески по своему усмотрению. Сегодня в ней круглые сутки читается псалтыч, а в братском корпусе живут 12 человек-братьев. Поклонный крест, келейный корпус, Никольский храм и составляют основные архитектурные сооружения одного из действующих в настоящее время Никольского скита. Примерно в километре от северо-восточной оконечности Валаама поднимаются на 30-ти метровую высоту отвесные скалистые берега острова Святой, одного из самых впечатляющих природных храмов архипелага. Диабазовое плато острова, особенно северной его части, живописно раскололось на пластины, формируя водой, льдом и ветром громадный каменный торт, украшенный свечками хвойных деревьев. Шесть столетий назад по этим каменным ступеням поднимался в свою пещеру преподобный Александр Свирский. Шум прибоя, кипение воды в прескальной котловине, сосредоточенная тишина острова остались прежними. По преданию, именно здесь ютились преподобные основатели обители и находился первоначальный Свято-Троицкий монастырь. Остров Святой является местом подвига преподобного Александра Свирского 1448-1533, основателя знаменитой обители во имя Пресвятой Троицы. С западного берега тропа ведет к откосу, где стоит поклонный крест, которому более двухсот лет. Под ним, в пещере глубиной в четыре метра, немногим более метра высотой и такой же шириной, молодой монах провел семь лет своей праведной жизни. Как истинный поборник веры, Александр вырвал для себя могилу. Надпись гласит, которую для памяти смертной своими руками ископал преподобный Александр Свирский в одни пустынных подвигов своих на этом острове. Но лечь в нее преподобному не судил Господь. На острове ему привиделось свечение со стороны востока, и он услышал голос, который призвал его вернуться в родные места на Свирь. Одному из немногих российских святых Александру явилась и Пресвятая Троица, о чем свидетельствует икона Александра Свирского, с мощами, хранящаяся в домовой церкви скита. В середине XIX века по инициативе игумена Дамаскина и Санкт-Петербургского митрополита Неконора на Святом острове устраивается скит. Святой остров всегда был немноголюден, и сегодня его хозяйство ведут послушники Евгений, дотрудник Игорь. Все жизненно важные грузы доставляются сюда с Валаама, все остальное, как и в старь, возделывается собственным трудом. Ведь главное в монастыре – духовное совершенствование, духовное делание, о котором пекутся денно и нощно от молодого послушника до умудренного жизненным опытом игумена. Я считаю, что устроение церковное, оно настолько, так сказать, уже проверено на прочность годами и веками, что если исполнять послушание, самое главное, ведь что связывает всех нас в церкви? Послушание. Не послушание не рабское какое-то, так сказать, такое вот, как слуга Господину подчиниться. Нет, это послушание нашего Христа Иисусе, который сам первый проявил послушание и явился нам учителем послушания от Отца своего, получив послушание, прийти сюда на землю и осуществить спасение рода человеческого. Вот послушание, образец послушания для нас всех. И имея такой высокий образец, значит, мы все связаны послушанием. И в церкви, иерархия церковная, она, значит, как цементом, как, значит, вот каким-то таким вот раствором, она вся, значит, вся эта выстроена на послушание. Вот и поэтому, если, значит, быть в послушании, если не нарушать этого послушания, которое основывается, еще раз сказал, на Христе, на Его заповедях, на святоотеческих заповедях, на канонах церковных, вот, то крепче ничего нет. И тогда начинаются вот трещины в церковном здании, и какие-то проблемы возникают, когда человек, иерарх ли, священник ли, или мирянин, вот, или группы таких отходят от этого единства церковного, отходят от послушания, и вот тогда возникают эти трещины, которые вот приводят к всяким таким вот, как это сказать, проблемам уже, мирским языком выражаясь. Вот, вот тогда возникают и расколы всякие, вот, и всякие нестроения церковные, и ереси, в том числе, часто берут свое начало такое, значит, непослушание. Вот, поэтому, если находиться в послушании, если отдаться воле Божию, вот, и вот быть внутри этого, значит, вот, огромного церковного такого вот нашего благодатного организма, то ничего не будет, вот, и никаких проблем не будет. Выполняя послушание, монах совершенствует себя в молитве, проходя несколько ступеней духовного совершенствования. Эти ступени поднимаются от трудника до кафтанника, затем послушника, затем рисофорного послушника, монаха и, наконец, схимонаха. В храме, по заведенному уставу, вечернее богослужение начинается в 17.40. За ним следует повечерие. Оно завершается трогательным чином прощения, когда каждый из присутствующих монахов, подойдя к своему брату во Христе, целует его в плечо, кланяется ему и смиренно просит простить за грехи ушедшего дня. По завершению чина прощения, примерно в 21.00, братья расходятся по кельям на покой. Особенно ревностно относятся к молитве в скитах, куда мирянину можно попасть только по благословению игумена, а женщинам только один раз в году на престольный праздник. Паломницы, среди которых нередки монахини, смиренно дожидаются у ворот скита, чтобы передать свои требы, написанные на листках бумаги, дежурному послушнику. Именно так поступают во всесвятском скиту, где ревностно охраняют святость молитвы и святость источника, воду из которого черпал еще игумен Дамаскин. До ныне помощь и исцеление получает из него любой смертный, от простого мирянина до президента России. Одним из наиболее посещаемых является скит во имя воскресения Христова. Именно здесь, по древнему преданию, апостол Андрей воздвиг каменный крест, а в 1846 году монахи построили часовню во имя святого Андрея. В начале XIX века в пещере, где жили змеи, подвязался и еромонах Никон, по имени которого и были названы Большая и Малая Никоновские бухты, ныне главная гавань Валаама, с лучшими на Ладоге пристанями. Ориентируясь на золоченый купол Воскресенского храма, современные суда с паломниками и туристами на борту прибывают на остров в течение всего навигационного сезона. Освященный в 1906 году будущим патриархом Сергием Воскресенский храм представляет собой архитектурное сооружение с чертами классицизма, барокко и русского стиля, оригинальные трехмаршевая лестница и гранитные колонны. Нижний храм во имя апостола Андрея устроен наподобие пещеры храма Гроба Господня в Иерусалиме. Первые шесть насельников скита поселились в доме под горой. Когда же число их достигло 50, были построены три корпуса. В 1931 году открыта школа-приют для мальчиков с обучением церковному чтению, пению, иконописи по курсу народной школы. Сохраняя традиции, в скиту и сегодня расположены певческая капелла, паломническая и экскурсионная службы. В четырех километрах от монастыря расположен остров площадью в три квадратных километра, названные по имени святого Иоанна Предтечи. При игумене Дамаскине здесь был устроен скит, который отличался самым суровым уставом, и накипитались только растительной пищей. В подражании великому постнику Иоанну Предтечи скит был овеян духом древнего сурового подвижничества. Женщинам доступ на остров был запрещен. На острове и доустроения скита жили монахи, о чем свидетельствуют его древнее имя – монашеский. Здесь некогда стояла прекрасная церковь с древними иконами и колоколом времен Бориса Годунова. Его недавно разыскали в Финляндии. А сегодня на каменном фундаменте вырос одноглавый храм с высокой двухъярусной шатровой колокольней в память о разрушенном творении архитектора Горностаева. От времен до Москина сохранился колодец, который Игумен приказал вырыть в скальной породе. По слову Игумена, из скалы забил источник, который не прекращает свой бег и поныне. Предтеченский скит – один из самых живописных островов Валаама. С его высокого берега, особенно остро воспринимается величие Вселенной, постигается глубина духа. Однако прощаться с Валаамом хорошо на Гефсиманском скиту, где по распространенной русской традиции паломничества устроены прообразы Гефсиманского сада, Елеонской горы и Асафовой долины, и даже, как в далекой Палестине, своего мертвого моря – Лещевское озеро. Ладогу и небольшое Никоновское озеро соединяет проток, получивший название Кедрон, а 30-метровую Валаамскую и Леонскую гору украшает пятиглавая часовня в русском стиле. Прикипев душою к святыням Валаама, к его божественной красоте с великой грустью покидает эти благословенные края старожилы. Из тесных кельей монастырского подворья они переселяются в обычные современные квартиры со всеми удобствами, к тому же освященные патриархом Сеяруси Алепсией. Однако в приютившей их сортовали нет-нет, да и забьется сердце по родному Валааму, по его красоте и святыне. Как светлая печаль по лучшим временам, как русская тоска по красоте и воле, пылает куполами Валаам, изнемогая от любви и боли. От суеты мирской уйдем в просторный храм, молитвы благодать излечит. Лик причистый печали утолит, и путь укажет нам в жестоком мире сумрачным и мглистым. Растает свечкой Никольский скит, развесит ладога холодные туманы, и сладкой надеждой посетит омытые святою тайные раны. Как светлая печаль по лучшим временам, как русская тоска по красоте и воле, пылает куполами Валааму, изнемогая от любви и боли. Богослово рожжую, сущую Богородицу, тя величай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok